Тюник задают по тайной договоренности. 15 мая 2021 года просмотры. 1121. Один из величайших стратегов в мировой истории, Карл Клаузевиц, еще в 19 веке выдал чеканную формулу «Цель войны. Мир, наиболее комфортный для победителя». Относительный мир, установившийся после сорокневной войны, чрезвычайно комфортен для Азербайджана. Ведь теперь у него появилась отличная возможность без единого выстрела отрывать от Армении один кусок за другим, о чем свидетельствуют последние события в Сюнике и Гигаркунике. И это только начало. Вероятность того, что при этой власти наши границы будут защищены, не просто равна нулю, она меньше нуля. Причем намного. Более того, есть основания предположить, что территории суверенной Армении сдаются врагу по тайной договоренности между Алиевым и Пашининым. История создачи Арцаха повторяется? Впрочем, сказать, что история имеет свое иство повторяться, значит не сказать ничего. Более точным было бы утверждение о циклическом ее характере, но с необходимым дополнением. Она ничему не учит, ее жестокие наглядные уроки в анатомическом театре быстро забываются. В цепи последних событий в Сюнике есть ряд загадочных и высшей степени подозрительных обстоятельств, которые в обязательном порядке должны стать предметом самого глубокого и разностороннего расследования. Если сдача Черного озера не результат тайной договоренности, то как могло получиться, что этот важнейший стратегический участок границы был абсолютно беззащитен? У нас там не было вообще никаких оборонительных укреплений, даже простых окопов, и враг без единого выстрела смог не только проникнуть вглубь нашей территории на 3,5 километра, но и доставить к Черному озеру около 50 единиц боевой техники. Как возможно подобное? Моя фантазия слишком слаба, чтобы понять это. И боюсь не только моя. И это при том, что азербайджанцы еще неделю назад заметно активизировались в этом направлении, о чем было доложено командованию ВС Армении. Однако с нашей стороны не было предпринято никаких действий. Почему, если не было тайной договоренности? Кстати, а где находились невидимые для противника оборонительные укрепления, о которых говорил несколько дней назад Пашинян, отвечая в парламенте на вопрос депутата о защищенности наших границ? Если не забыли, и сам Пашинян, и секретарь СБ Григорян, и другие высокопоставленные должностные лица неоднократно признавались, что армянская сторона еще за три месяца до 44-дневной войны знала о намерении Азербайджана напасть на Арцах. И тогда не было предпринято никаких действий ни по предотвращению вражеской агрессии, ни по повышению нашей боеспособности. То же самое случилось сегодня в Сюнике.